ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Самый представительный саммит в истории БРИКС. Он порадовал как участников, так и организаторов. Напомню, БРИКС сегодня это 37% мирового ВВП, свыше 60 триллионов долларов. По запасам и добыче газа, нефти и водным ресурсам государство БРИКС уверенно удерживает лидерство. Только по продовольствию страны БРИКС занимают больше половины мирового рынка. В Казани на саммите Москва даже предложила открыть зерновую биржу БРИКС. Новой торговой площадкой смогут пользоваться крупнейшие в мире производители и потребители. И это лишь первое звено в цепочке глобальных изменений. На страны БРИКС приходится и более 20% мировых резервов золота, среди которых их больше всего у России и Китая. Так, по итогам второго квартала 2024 года, общие мировые объемы золотых резервов составляли 29 тысяч тонн. Из них 6 тысяч, или доля в 21%, пришлись на страны БРИКС. Общая численность населения стран БРИКС составляет 3,5 миллиарда человек. Это более 40% всех жителей Земли. Интерес к объединению в мире огромен, а количество стран, желающих присоединиться к нему, значительно и постоянно растет. Среди государств, уже подавших официальные заявки на вступление, Алжир, Малайзия, Пакистан, Турция, Венесуэла, Бангладеш, Белоруссия, Азербайджан и многие другие. Главный вопрос, как сделать так, чтобы при неминуемом расширении числа участников объединения, оно не снизило эффективность? Его мы сейчас адресуем заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву. Константин Осипович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, страны БРИКС договорились о критериях для государства-партнера. Как, по-вашему, это нововведение и в целом расширение БРИКС отразится на его работе? Для России наше председательство БРИКС оказалось совершенно уникальной возможностью продемонстрировать свою эффективность в новом для БРИКС формате. Состав участников увеличился вдвое, и это были вызовы. Вызовы организационные, вызовы интеллектуальные, вызовы политические. Совершенно очевидно, что в расширенном составе БРИКС состоялся, Казанская декларация, 134 позиции, 43 страницы, и это единые позиции расширенного БРИКС. Понятно, что работа была большая, работа была непростая, но она получилась. А вот дальше, разумеется, новому БРИКСу предстоит определиться с тем, как двигаться вперед, потому что интерес к этому объединению действительно огромный, он действительно всемирный, вот от 30 до 40 стран в разной степени проявляют интерес к участию в работе этого объединения. И здесь очень важно не ошибиться, потому что, с одной стороны, есть соблазн отвечать всем и тем самым демонстрировать, что БРИКС не только живет, но и стремительно развивается. Но, с другой стороны, очевидно, что риски при этом тоже большие, можно утратить управляемость, можно утратить эффективность объединения. Я считаю совершенно правильным, что сейчас берется своего рода пауза. Никто не говорит о том, что БРИКС закрывается от окружающего мира, что он перестает развиваться, что он перестает расширяться, но дальнейшее расширение будет поэтапным и оно будет, что называется, выборочным. Вот сейчас появился новый институт, страны-партнеры. Известно, что в этом качестве БРИКС готов рассматривать еще 13 государств и с каждым из этих государств предстоит наладить взаимодействие. Это, наверное, уже задача для будущего бразильского председательства. Но, честно говоря, я не видел другого варианта движения вперед, кроме того, который был избран объединением. Мы хотим сохранить его эффективность, сохранить его нацеленность на конкретные результаты, но при этом не оттолкнуть от объединения никого из тех, кто разделяет его принципы, цели, задачи. И так же, как и мы, те, кто уже входит в БРИКС, хотят жить в реально многополярном, демократичном и безопасном мире. Во время саммита у президента Владимира Путина состоялась серия двусторонних встреч и неформальных переговоров с главами иностранных государств. Можно ли уже сейчас выделить какие-то практические итоги этого общения? Ну, первое и главное. Как вы правильно совершенно сказали, на саммит БРИКС приехали все, кого бы мы хотели видеть, кроме тех, кто не приехал по объективным причинам. Причинам отказов не было. И для тех стран, которые были в Казани, конечно же, было очень важно и БРИКС увидеть, что называется, и себя показать. Но я уверен, это одно из побудительных мотивов для каждого из участников быть именно в России и общаться именно с президентом Российской Федерации, потому что он очевидно олицетворяет сейчас собой перемены к лучшему, которые происходят в мире и которых мир так ждал на протяжении последних трех или четырех десятилетий, дать миру шанс, который у него украли страны Запада. Отсюда и такое большое количество участников, и такой интерес к двухсторонним встречам с президентом России. Мы видели, что он не отказывал никому. У него состоялись встречи практически со всеми участниками и гостями саммита. И каждая из этих встреч действительно была содержательной, действительно была конструктивной, действительно давала возможность и на двухстороннем треке, и на треке нашего понимания, каким должен быть мир, продвигаться вперед. Ну а конкретные результаты они себя, я уверен, дадут знать, потому что порой между встречами высшего уровня проходят даже не месяцы, а годы. А здесь удалось сохранить эту динамику, высочайшую динамику двухстороннего сотрудничества в контактах с такими лидерами современного мира, как Китай, как Индия, как многие другие страны, которые приехали на наш саммит. Не хочу никого обижать, а президенту Российской Федерации, если хотите, самые искренние комплименты, потому что нагрузка, я уверен, была невероятной, но с этой нагрузкой он справился блестяще. Давайте поговорим о выдвинутых в рамках БРИКС и инициативах России. Какие бы из них вы особо выделили? Давайте начнем с того, что Россия, как страна, председательствующая БРИКС, несла особую ответственность за то, чтобы получился итоговый документ, та самая казанская декларация. Она получилась, она конкретная, она содержательная. Бывают случаи, когда документы принимаются, лишь бы не быть увлеченными или обвиненными в том, что договориться не удалось. В данном случае 134 позиции этого документа говорят о том, что договориться получилось практически по всем вопросам. А темы для таких договоренностей, конечно же, задавала Россия, как страна-председатель. Она предлагала, что называется, базовые начальные формулировки, а уже затем по этим формулировкам шла совместная работа. Ну а в том, что касается наиболее громких, наиболее ярких инициатив России, с моей точки зрения, это, конечно же, инициатива идти вперед в формировании единой и делимой коллективной системы безопасности в Евразии. Эта тема звучала и ранее, но впервые она озвучена на столь авторитетном форуме и, самое главное, поддержана участниками форума. Это, разумеется, идеи, связанные с более справедливым мироустройством на основе международного права и реформированной Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности. Это, конечно же, все то, что связано с развитием торгово-экономического сотрудничества, инвестиционная платформа, о которой говорил президент Российской Федерации, которая позволит развить и сделать более результативной деятельность нового банка развития, так называемого банка БРИКС, а страны, которые в этом заинтересованы привлечь больше инвестиций, а значит сделать сотрудничество еще более конкретным, это очень важная новация, которой казанский саммит БРИКС совершенно точно войдет в историю. Это продолжение разговора о том, как должны выстраиваться взаиморасчеты между странами БРИКС, которые совершенно точно уже не согласны с доминированием в этих взаиморасчетах единственной валюты доллара. Это конкретные предложения по торговле наиболее важными товарами для человечества, та же самая зерновая биржа, некоторые другие конкретные сюжеты в этой сфере, мне кажется, очень важными, причем не только для стран БРИКС, но и для всего человечества. Ну и завершу, наверное, тем, с чего я начинал, темой единой неделимой безопасности, но уже в преломлении к более конкретным сюжетам противодействия международному терроризму, организованной преступности, все то, что и делает наш мир более безопасным, все это прозвучало в выступлениях президента Российской Федерации, все это нашло отражение в итоговой декларации, и все это обязательно будет получать свое дальнейшее развитие. Ну вот, кстати, об итоговой декларации, вернее, о том, что Украина в 43-страничном документе упомянута всего лишь один раз, достаточно коротко, без резких формулировок. Как вы считаете, почему? Совершенно очевидно, это связано с тем, что лидеры соответствующих государств собрались для того, чтобы говорить о, если хотите, судьбах мира, о глобальных вопросах, которые волнуют все человечество. Украинский кризис, украинский конфликт, это, конечно, очень тяжелая тема, об этом говорил президент Российской Федерации, но это одна из тем, причем, наверное, не самая главная для человечества тема, ее такой пытаются представить покровители Украины с западной стороны. Одни позиции известны, и, кстати, подтверждено, что эти национальные позиции сохраняются, и каждый из стран, который участвовал в саммите, имеет возможность свои подходы, свое видение, свои позиции по-прежнему отстаивать. Здесь нет палочной дисциплины, здесь нет попыток кого-то принудить к принятию той или иной позиции, этим БРИКС, как объединение, отличается от таких жестких союзов, как тот же Североатлантический Альянс или Европейский Союз. Еще раз, Украина не получила такого внимания в итоговом документе, потому что она не получила такого внимания в дискуссиях, которые состоялись в рамках саммита и в двухсторонних встречах, что совершенно понятно, есть гораздо более важные темы, и есть гораздо большая значимость от сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС для того, чтобы находить решение соответствующих проблем. Скажите, а участие Генсека ООН в работе саммита БРИКС, это и есть гарантия того, что итоговая декларация будет принята в работу Организации Объединенных Наций? Вне всякого сомнения, Организация Объединенных Наций увидит и услышит то, что от нее хотели бы скрыть те же самые страны Запада. Я вот не так давно участвовал в заседании Межпарламентского Союза, и там президента Межпарламентского Союза, госпожу Тулию Эксон, западники подвергли жесткой критике за то, что она участвовала в парламентском форуме БРИКС и встречалась с президентом России. Я думаю, что сейчас они прикусят, я имею в виду западников, прикусят себе языки, потому что вслед за президентом Межпарламентского Союза, а это парламентское измерение ООН, на саммит БРИКС приехал генеральный секретарь ООН, и он точно так же встречался с президентом Российской Федерации. А значит, Организация Объединенных Наций совершенно точно, во-первых, признает объединение БРИКС как одну из важнейших интеграционных структур, и во-вторых, совершенно точно не собирается каким-то образом отсекать Россию, в данном случае как председателя БРИКС, как страну проведения саммита от международного общения. А значит, то, что происходило в Казани, в России, то, что прописано в итоговой декларации, обязательно будет самым внимательным образом изучено, и мы надеемся, востребовано мировым большинством, которое и есть настоящая организация Объединенных Наций. Ну и еще один вопрос, который мы не можем не задать. Многие отметили, что лидеры Армении и Азербайджана на пленарном заседании сидели рядом и общались в достаточно дружелюбной манере. А через некоторое время на лентах информагентств появились сообщения о том, что стороны согласовали все моменты мирного договора. Можно ли таким образом сказать, что площадка БРИКС – это площадка мира и поиска компромиссных решений? Не всякого сомнения. Вот любая другая площадка, которую пытались предложить Армении и Азербайджану, я имею в виду площадки Европейского Союза, площадки каких-то саммитов мира, еще бы чего бы то ни было еще, они обязательно оказывались бы пристрастными в ту или иную сторону, но пристрастными участниками соответствующих консультаций и тянули бы, что называется, одеяло на ту конструкцию, которая отвечает интересам группы этих стран. Вот на площадке БРИКС совершенно точно никаких попыток вмешаться в этот переговорный процесс, повлиять на позиции Армении и Азербайджана, подтолкнуть их в ту или иную сторону не было. Консолидированная позиция БРИКС, я уверен, заключалась в том, чтобы создать условия, создать атмосферу для предпосылки, для того, чтобы Армения и Азербайджан наконец-то друг с другом договорились. И судя по всему, это произошло, а значит объединение БРИКС, помимо всего прочего, оказывается весьма и весьма перспективной платформой для нахождения компромиссов и урегулирования противоречий и по другим конфликтам и спорам современного мира. Спасибо, Константин Иосифович. Итоги саммита БРИКС мы подвели в прямом эфире заместителем председателя Совета Федерации Константином Косачевым.